Участковые полиции встретились со старостями поселков и деревень. На повестке дня вопрос о новых видах интернет-мошенничества. Представители правоохранительных органов рассказали, как обезопасить себя при звонках с неизвестных номеров. На встрече работала наша съемочная группа. И когда вы входите в свой личный кабинет, вы видите, что у вас какая-то техническая неисправность, вы не можете пользоваться своим кабинетом. И там идет ссылка. Если у вас возникли какие-то проблемы технические, то, пожалуйста, обратитесь к специалисту службы госуслуг. И там указан номер телефона. А это уже ловушка. Многие сталкиваются с проблемой интернет-мошенничества. Вымогатели при помощи СМС или звонков пытаются получить доступ к личным данным. После чего они подбираются к банковским счетам и снимают оттуда деньги. Мне на телефон позвонил один человек. Представился подполковником службы безопасности города Москвы. Сказал мне, что на меня заведено уголовное дело, что я там совершила какое-то преступление. Срочно мне нужно дать свои данные, иначе, значит, меня посадят в тюрьму. Чаще всего в ловушку попадают пожилые. Мошенники звонят им с неизвестных номеров и сообщают, что кто-то из родственников попал в беду. В таких случаях полицейские рекомендуют повесить трубку и перезвонить близкому человеку. Не нужно переводить деньги на неизвестные счета и сообщать по телефону персональные данные и коды из СМС. Если вы с вами разговаривает незнакомый человек, начинает рассказывать вам про СМС, про деньги, про пароли, про смену аккаунта, просто положить трубку. Это первое правило. Второе правило – не сообщать данные карты. Далее правило – не сообщать никому пароли из СМС и не устанавливать никакие дополнительные программы. Это четыре основных правила, которые ведут на законового успеха. Полицейские раздали памятные листовки. Если вам позвонил неизвестный и требует денег, перезвоните сразу в полицию или на горячую линию банка. Номер указан на обратной стороне карты. Анастасия Кладинова, Денис Угольников, телеканал ЛРТ.